Впервые послание президента проходило вот в этом здании центрального выставочного комплекса Манеж на Манежной площади, неподалеку от Кремля. Ранее президент обращался к федеральному собранию в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Перенесли мероприятия по двум причинам. Первое, в Манеже зал большей вместимости. Кроме того, на стене установили огромные экраны, где транслировалась инфографика для визуализации основных тезисов, сказанных президентом. Особенность этого послания в том, что адресовано оно было каждому жителю страны. Много внимания Владимир Путин уделил вопросам социальной политики здравоохранения, поддержки семей и повышению доходов граждан страны. В частности, продлена программа материнского капитала. Адресные выплаты предусмотрены при рождении первенца, второго и третьего ребенка. Доступнее в ближайшие годы должна стать ипотека. В целом, нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать вот с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7%. Это уж точно. За предстоящие 6 лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов. Глава государства сделал акцент на прорывном развитии страны, на использовании новейших технологий, в том числе и в развитии городов и поселков. Предложено буквально прошить всю территорию России современными коммуникациями. Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение. А в следующем году это даст импульс развитию Крыма и Франции на море. Мы серьезно занимаем федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства. Использовать для этого новые технологии решения, инфраструктурную ипотеку. Целый блок в послании был посвящен безопасности страны и развитию оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин отметил, проделана огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность вооруженных сил современным оружием возросла почти в 4 раза. Более 300 новых образцов военной техники принято на вооружение. Прозвучала также информация о новейших системах стратегического оружия. Стартовала активная фаза испытаний нового ракетного комплекса «Сармат». Значительно возросла мощь силового назначения, воздушно-космических сил и военно-морского флота. По периметру границ России, очень важно, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. После развала СССР появились огромные дырки. Все восстановлено. Сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации. Создан национальный центр управления обороны Российской Федерации. Сформировано оперативное командование дальней морской зоны. Вооруженные силы страны укомплектованы на 95-100%. Ликвидировано многолетняя очередь на постоянное жилье для военнослужащих. Срок его ожидания сокращен в 6 раз, отметил Владимир Путин. Многие аспекты послания касались регионов страны. Открытие моста, развитие транспортной инфраструктуры, развитие инфраструктуры социальной, здравоохранения, образования. То, о чем говорил президент, коснется каждого жителя города Севастополя. Очень много говорилось о безопасности страны, о уверенном будущем. Конечно, меня это очень сильно впечатлило, потому что Севастополь – это уникальный город. Мы всегда находимся на южном рубеже, и с точки зрения безопасности страны, то, о чем говорил президент, это вселяет уверенность. Мы же, как правительство Севастополя, должны обеспечить остальные сферы развития, которые непосредственно повлияют на качество жизни наших горожан. Да, есть экономические проблемы, да, есть трудности, но сегодня есть очень четкое понимание, куда мы двигаемся. Поставлены задачи правительству, Государственной Думе, Совету Федерации, какие шаги мы должны сделать для реализации этого сегодняшнего послания. И, безусловно, я думаю, и график Государственной Думы, и решение Государственной Думы будет скорректировано, исходя из тех задач, которые поставил президент. Это послание стало рекордным по продолжительности. Речь президента длилась практически два часа, информация подкреплялась визуальным рядом. Много внимания Владимир Путил уделил также развитию науки и поддержке бизнеса, а также повышению зарплат специалистам. Марина Кравцова, Андрей Тымчук. Специально для информационного канала Севастополя из Москвы.